Авачинскую губу очистят от затонувших кораблей. Росмор-речфлот готов оказать поддержку краю в подъеме затонувших судов со дна акватории морского порта Петропавловска и Авачинской губы. Это было озвучено в ходе встречи главы региона Владимира Солодова с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Александром Пашеваем. Вопрос этот волнует и жителей, является препятствием для развития дальнейшего морского транспорта. По предварительной информации, в акватории морского порта Петропавловска в Авачинской губе находится 84 затонувших судна. Александр Пашевай отметил, Росмор-речфлот готов подключиться к решению проблемы. При этом все работы будут согласованы с Минприроды. Я абсолютно согласен, что проблемы, которые десятилетиями копились, за раз решить сложно, но те сроки, которые обозначили, то, что приоритетные объекты, которые портят вид нашей бухты, и которые снижают привлекательность, в том числе и туристической, снижают качество жизни для наших жителей, потому что визуальная составляющая тоже очень важна. Если мы сможем по этим приоритетным объектам, по двухгодичной перспективе, которую вы обозначили, продвинуться, это, конечно, будет огромное достижение, и мы все будем на него настраиваться. Соответственно, приоритетный перечень тех судов, которые в наибольшей степени визуальные влияния на облик нашего города или нашу бухту оказывают, мы в короткие сроки представим, Владимир Владимирович, министр транспорта Камчатского края будет этим заниматься, и будем очень признательны за ту поддержку, которая сегодня была озвучена. Мне кажется, это очень важное и нужное направление для развития Камчатского края. Владимир Солодов заверил, что все необходимое содействие со стороны правительства региона как на этапе прохождения процедур на уровне правительства, так и по производству самих работ будет оказано.